Берём маленький кусок выка, пучок, кусок пучок. Его длина нам большая, поэтому мы складываем его двое. Таким образом. И на одной же ступе свежего разделяем. Этот пучок нам тоже большой для маскировки, поэтому мы берём небольшие пучки. Перехватываем по центру его 2-3 оборота капроновой верёвкой, делаем петельку, затягиваем. То есть пучок у нас получается связан. Дальше мы на одну петельку, у нас петелька широкая, поэтому если мы один будем вешать, будет редко. Приходится вешать на одну петельку два пучка. Здесь у нас дверка правая, она маскирует. Здесь не нужно сильно длинные пучки для маскировки. И делаем 2-3-4 таких вот подвязок. Просовываем челнок, образовавшуюся петлю ещё раз утягиваем. И чтобы не было перекоса, вот у нас сейчас перекос в одну сторону, мы в обратную сторону. То есть мы делали до этого таким вот образом, у нас получался перекос. Вот, чтобы его выровнять, чтобы он был ровненько, мы делаем то же самое два-три раза в обратную сторону. Отсюда у нас получится перекрестие. Получается то, что сфокусируется камера, не знаю, вот. Видно перекрестие верёвки. Таким образом. Дальше мы берём и фиксируем наш шнур. Таким образом просовываем и ещё раз сюда просовываем. И утягиваем. И так вот два раза. В эту петельку и в эту петельку. Отпускаем, утягиваем, поджимаем. И кусочек обрезаем, потом заплавим оставшийся. Вот я здесь специально оставил. Ряд прошёл. А здесь уже заплавленные. То есть нужно брать таким вот образом, чтобы верёвка не распускалась. Подплавлять. Но надо быть очень осторожным, потому что лык сухой. Может загореться. Поэтому, если будете делать то же самое, будьте аккуратны. Чтобы у нас уже сто процентов ничего не развязалось. И так крепко вяжем. Вот таким образом я сделал здесь практически всю двенку. где-то мне побольше было. Здесь у меня пореже. Потому что здесь лицевая сторона, откуда смотреть. И то же самое таблиок будет сделано. Дойдём до ног. Делаем ноги. Дверки. Самое основное нужно сделать полностью. И ноги сделать полностью. Потому что больше всего открываются дверки. Вот эта трава постоянно летит в лицо. Падает за шиворот. Совсем некомфортно держать. Она на первые 2-3 охоты нормально держится. Потом уже начинает сушить. Сохнет трава. И начинает ломаться, сыпаться везде. Полный скороток травы. Плюс собака постоянно выпрыгивает. Когда она выскакивает. Она лежит слева-справа. Выскакивает. Она именно скачет по ногам. То есть через ноги. Здесь постоянно трава слетает. Поэтому здесь нужно будет побольше её наложить. Лыка немножко светлая. Отличается от травы. У меня есть несколько пучков. Я уже их ввязал. В лицевой части тёмных. Но потом просто нужно взять баллончик с краской. Подложить листочек. И немножко проредить пряди лыку. Не проредить, а протемнить пряди либо коричневой краской. Баллончиком с пряней. Либо чёрной краской. Небольшие прядки сделать. А потом, когда пряди проредет. Ну, протемним. Нужно будет взять брызгалку с водой. Намочить полностью лыка. Ну или, скажем, берёшь пучок таким вот образом. Мочишь его пшикалкой. Берёшь расчёску и расчёсываешь. То есть, они будут пушистые с окончанием. Здесь видно то, что прям как будто трава. Глазки травы. Здесь вот чётко подрезаны. Потому что я только что её обрезал. А когда расчёшь, она будет такая пушистая вся. Это, в принципе, будет чёрная. Если вдруг она будет сильно ярко выделяться. Пятном гликовать на траве. То ничем не мешает нам взять. И в некоторых местах. Потому что я подвязываю таким образом, чтобы можно было снизу просунуть ещё маскировку естественную. Непосредственно на месте охоты. То есть там дрова тёмная. Можно прям покидать её сюда. Вот между этих волокон. И она будет идеально смотреться. Этот скороток делается специально под охоту на поле. То есть никаких там зелёных мест охоты. Никаких пашек. То есть это именно полевой вариант. По гусю, по утке на зерне охота, на жневье. И летняя охота, летняя осенняя охота по голой. Также на поле убрано или не убрано. Без разницы. Где он будет вписываться в цвет? В принципе, вот таким образом я делаю. Можно ещё разок показать. Берём пучок. Не сильно толстый и не сильно тонкий. Перехватим его верёвочкой. Два-три оборота петелька. Тем самым фиксируем его, чтобы он не развязывался. И дальше отодвигаем ещё на свободное местечко. В данном случае у нас вот маленькая петелька. Совсем. Вот мы в неё и привязываем. Может кто-то скажет, что я сошёл с ума. Может быть. Но мне так проще будет. Крест-накрест вяжем, чтобы пучок стоял ровно и не заваривался. Почему я в перчатке? Потому что верёвка режет. Я бы ещё и сюда изоленты подмотал. В этом месте, когда утягиваешь, верёвка режет руку. Ещё раз место покажи. Вот в этом месте, на мизинце, когда утягиваешь узел, верёвка режет руку. У меня уже здесь мозоль и здесь тоже. Но в перчатках более-менее. Таким образом это дело делается кропотливо, потихоньку, не спеша. К сезону будет всё готово. Плюс я ещё собираюсь собаку тренировать перед сезоном. И сейчас именно в скоротке на выдержку. На выдержку при вскидывании, на выдержку при выстреле. Поэтому она немножко подизносится и примет нужную форму. Сейчас она такая. Видно, что искусственная. Когда чуть подистреплется, будет реальный вид. Так что вот так. До скорой встречи!